Добрый день дорогие друзья любители цветов сегодня 29 февраля и буду пикировать первые свои посадки питом в этом году я посадила чуть позже 10 февраля и вот первые готовы к пикировке два настоящих листика это обязательное условие для пикировки питомий можно и чуть позже когда листиков будет больше но вижу что петуния остановилась в росте поэтому произведу ее пикировку и какой хочу сделать эксперимент в этом году посадить в разные по объему стаканчики то есть стаканчик который сажу всегда потом высаживаю уже непосредственно в грунт но хочу посадить в меньший объем тут меньше ну где-то меньше 180 грамм получается и в рюмочку ведь питомия из практики моей и теории лучше пускает корни в более маленьких стаканчиках но более маленькие то только бывают горшочки пластмассовые маленькие попробую пока на рюмочках чтобы было видно питомия это у меня крупноцветковая пируэт пируэт пурпурная пикокин то есть пепу в прошлом году я садила ред пируэт мне очень нравится этот сорт это очень сильная питомия крупные цветки в общем красивая очень ну результат вот сейчас я попикирую и результатом потом вас ознакомлю и дальше хочу пересадить вот эти вот эти маленькие в большой потому что когда петуни долго у нас задерживается маленьком объеме они могут тоже заболеть хлорозом или когда нет возможности высадить покрытый грунт дело то что ампельные петуния буду высаживать в горшки в контейнеры разные и я их могу высадить раньше вот это которая махровая петуния она будет высаживаться только уже непосредственно в открытый грунт так аккуратненько так как садила довольно густо корешочки уже торчат на стараться ком земли чтоб не палец так как у меня земля песчаная то то он обсыпается надо это все делать не спеша это не по два рядышком не буду по два сразу добывать даже вот три пошло и аккуратненько их разделять подкапывать надо прям под самый низ потому что корешочек у петуния может быть длинный пустить до самого низа на может есть возможность можно обжать ком земли вот такие же выберу самые развитые вот петуния нам ну не всегда равномерно все растения развиваются я попробую выбрать примерно одинаково это как растение у меня достаточно много примерно одинаковые для всех стаканчиков чтобы получить реальный эксперимент как будет развиваться питание в разных объемах ну сейчас я продолжу садить чтобы вас не ну подцеплю все я технологию свою не меняла с прошлого года грунт тоже не меняла то есть меня нравится ну как я получает этого реальный результат как без хлопот особых поэтому единственное какой совет что питание они могут приняться сразу двинуться в рост а могут очень долго вот на ранней стадии после пересадки стоять вот не надо удобрять пока мы не убедимся что они уже растут именно растут не просто стоят растут и когда вы увидите появление новых листиков только тогда можно делать подкормку и молодым петуниям лучше ну ты с этими удобрениями растворимыми с микроэлементами у раз две недели не чаще все остальное сейчас быстренько посажу рассадила свои петуньки первые обязательно надо полить и после полива я перестала присыпать землю и раньше присыпала сухой сейчас не присыпая чтобы было хорошо видно когда просохнет верхний слой следующий поле можно осуществлять когда уже хорошо просохнет верхний слой и если вот кто-то наклоняется я его просто прям мокрой землей так приподнимаю все пролить надо хорошо все на этом на сегодня все вот единственное что хочу сказать что если сейчас поставить петунию на окошко где есть солнечный яркий свет то она может немножко привянуть и плохо приниматься поэтому я если есть солнышко прикрываю ее пленочкой и о том что петуния хорошо принимается только при хорошем освещении если искусственное освещение то можно не прикрывать если солнышко прямые лучи не нужно убирать ее в тень а просто прикрыть пленочкой и пусть и тогда цветунии быстрее примутся и двинутся в рост на этом буду заканчивать оставайтесь с нами и подписывайтесь на канал до новых встреч до новых встреч